Пора навести порядок в доме. Зона особого внимания – ванная и кухня. Именно здесь мы складируем массу ненужных вещей. Придерживаемся правила – чем меньше визуального шума, тем больше порядка. Перенасыщение интерьера ненужными предметами или разноплановым декором нам ни к чему. На дверце холодильника обычно сосредоточены изобилия из магнитов, записок и фотографий. Памятные воспоминания храним в коробке или в альбомах, иначе они рискуют покрыться слоем пыли и брызгами масла. Акцентируем внимание на банках – и красиво, и практично. Супучи продукты лучше всего хранить в стеклянных или пластиковых банках, которые специально предназначены для этого. Их большой выбор во всех магазинах. В них точно никто не сможет завестись, никакие жучки. Дело в том, что порой вы можете принести из магазина крупу уже с жучками и даже не заметить этого. Привычный пакет пакетов уже не в тренде. Он занимает место, да и при разборе вы рискуете наткнуться на залежи забытых чеков. Если вы все-таки храните пакеты, то лучше всего складывать их в какую-то жесткую форму. То есть, допустим, это может быть какой-то контейнер или коробка из-под обуви тоже подойдет. Вы складываете в такую коробочку, их и они занимают гораздо меньше места. Ланчбоксы и пищевые контейнеры выбираем по размеру. Это позволит хранить их в режиме матрешки. Такой же принцип работает с кастрюлями и сковородками. Полотенце и фартуки скручиваем в рулетики и аккуратно убираем в ящик. Похожая схема подойдет и для ванных собратьев. Дети пусть учатся складывать полотенце в виде мишки или лебедя. Халаты лучше хранить без пояса. Пояса мы складываем отдельно. Халат сворачиваем по принципу футболок. Аккуратно расправляем рукава. Если халат с вышивкой, то не стараемся ее забнуть, иначе она помнется. Пояс кладем внутрь. С нижнего края начинаем складывать. Халаты храним на полке в ванной или в шкафу. А вот накопившийся запас косметики будем пересматривать. Баночки с истекшим сроком выбрасываем, остальное сортируем по спросу. Ежедневный уход храним на полке, остальное прячем в шкафчик под раковину. Шампунь, бальзам, гели для душа. Если вы точно знаете, что вы ее используете в ближайшее время, и у нее точно не выйдет срок годности, можно снять этикетки с этих средств. Тогда они тоже визуально будут выглядеть более гармонично друг с другом. Для хранения ватных дисков, ватных палочек есть специальные контейнеры. Они очень удобные, прозрачные, смотрятся симпатично в вашей ванной. Не переборщите с декором, а то рискуете поменять один хлам на другой. Минимализм на полках – главное условие чистоты и порядка.